всех приветствую с вами с вами роман компания сибуя привоз авто из японии сижу я в салоне автомобиля toyota race мини кроссовер привезли для нашего заказчика из черопчинского района республика саха мини кроссовер с объемом двигателя 1 литр 3 цилиндра турбовый двигатель вот с прошлого года начали заказывать такие машины стали проходными так аукционный лист у нас оценка r r b b b b означает что бы бы это ну состояние хорошее салон и экстерьер в хорошем состоянии первое бы это кузов 2 бы это салон комплектация xs по кузов имеется у нас мелкие царапины вмятины у 1 b 2 на 5 двери вмятина царапиной так и по левой стороне на задней двери имеется вторичный окрас пробег 56 тысяч так машина была куплена 11 октября 2023 года на аукционе ца сегодня 28 8 октября вчера 27 вечером мы забрали ее из таможни получается 17 дней до нашей стоянки с момента покупки вот такие вот сроки сейчас ну это из центральных аукционов если машину быстро вывезут с аукциона да такие сроки сейчас реально вот средний срок сейчас 3-4 недели а из южных или из северных портов аукционов там чуть дольше идет 45 недель получается 30 305 дней где-то уходит а вот данная машина на осенний сезон до имеет самую быструю скорость по доставке давайте посмотрим по аукционам листу что у нас тут b2 и у 1 до у 1 это мелкие вмятинки вот она одна у 1 маленькая маленькая мятинка так бы 2 на задней двери указали но тут нету получается b2 я искал тут долго потом нашел вот здесь вот и в переводе увидел что в примечаниях на аукционом листе на задней панели вмятина они не указали что вмятина на двери указали именно на панели интересные болты ну под цвет вот это пластика получается да и под цвет кузовного окраса а в цвет этой пластики именно они идут вот здесь также достаточно высокий клиренс около где-то 18 20 метров точно есть по цене данная машина обошлась миллион двести шестьдесят пять тысяч рублей включая нашу услугу это очень хорошая цена почему так дешево потому что здесь комплектация простая самая и оценка из-за этого мы купили ее дешево всевозможные доп их все есть для простой комплектации вот анти столкновения анти занос партроники а и стоп то корректор фар power кнопка есть даже ну типа и overdrive наверно я еще в нем не разобрался управление мультимедиа с телефона климат-контроль конечно простой но имеется вот кнопка старт-стоп вот климат-контроль простой но все работает кондиционер печка все есть этого наверное достаточно видеорегистратор дополнительный бардачок виде подлокотников коробка типтроник оказывается еще есть плюс-минус можно поиграть на на сопках так далее фары ледовские современные уже в предыдущих обзорах такие машины были двигатель 1кр после 3 как он называется я пока не знаю тут стоит а 1кр век оказывается вот 1кр век а раньше было 1кр fe 200 кузов то есть передний привод имеется 3 3 цилиндра на старых версиях 1кр вот сильно шатала его вибрировала а здесь вижу что вот эту вибрацию они устранили тойота устранила вот как то так двадцатый год свежий хороший мини кроссовер перед вами тойота пассо 2019 год комплектация называется мода пассо мода интересный дизайн вообще как будто другая машина чем обычные пассо округленные фары линзовая оптика диодная лента красивая на темноте вообще четко смотрится ну как мини купер похожий на бампере партроники санары называют не хватает только туманок то темные ставки вот эффект парящей крыши да как козырек можно было сделать вот этот тоже черными да тогда вообще парящая крыша была бы на летем она пришла 14 диски 165 65 14 отличная резина по цене данная машина обошлась миллион двадцать пять тысяч рублей со всеми расходами включая нашу услугу это девятнадцатый год мода 4 воды 4 воды всегда дорого да тут еще и мода комплектации интересный свет такой темно-розовый перламутр приклеили наклейку наклейку так низ посмотрим низ ну по по ходовке по по мосту и рычагам тут имеется поверхностная поверхностные рыжики но это скоро наверное она уйдет потому что в деревне все равно по грязи будет ездить по грунтовке и водовые машины обычно бывает ржавые здесь год свежий поэтому весь кузов целый аукционный лист четыре с половиной балла двадцать шесть тысяч пробег по салону но тоже все функции имеются подогрев зону дворников даже есть 4 стеклоподъемника мультируля не хватает кстати климат контроль на кнопки подогрев водительского сидения можно поставить здесь со стороны пассажира до диван впереди вот такой подлокотник если убрать то становится диваном полноценным можно поспать то маленького человеку впереди сзади тоже диван вот подстаканник здесь миша когда это полочка здесь бардачок давайте посмотрим подкапотку здесь тоже двигатель 1кр но обычный 1кр fe машина поедет город якутск тоже здесь уже вот видите чуть-чуть вибрации уже имеется 1кр fe чуть-чуть есть до 1кр fe подкапотка без рыжиков состояние отличные вот такой городской водовый вариант можно поставить проставки 15 литье тогда ваш вообще выше будет просторный салон места много чем на вицах допустим на от своих одноклассников по комфортнее кстати вот пятая дверь пластмассовая крем-комплект новая да все там крат по ходу вообще не снимали камеры здесь нету вот такой интересный вариант девятнадцатый год повторюсь для заказа авто пишите звоните номер указан кстати данная машина тоже пришла быстро купили мы ее 8 октября за 20 дней почему за 20 19 дней вчера же забрали вот 19 дней с момента покупки вот такие вот сроки сейчас ну и как же без виша как же без виша тогда самый хит хит заказов сейчас toyota wish здесь у нас 11 год тоже вот быстро пришел 10 купили 10 октября и вчера вот 17 дней до с момента покупки машина растаможен аукцион ти и кинки если не подводит память один из самых строгих 4 б.б. давно таких не было 4 б.б. именно вот на тойотовском аукционе это очень такой строгий аукцион даже мелкие косяки вот они тут пишут посмотрим сейчас 4 б.б. что-то бортовой компьютер поставила японис магнитола эклипс программа под тойотовской до 106 тысяч пробег кнопка старт-стоп отличный виш пришел где регистратор оставил японис предыдущий хозяин салон чистый рамка есть также бонусом на так необычный нек такой виш сейчас покажу в чем необычность по цене данная машина обошлась миллион сто восемьдесят пять тысяч рублей это одиннадцатый год 4 б.б. тойота одиннадцатые года вот дороже идут чем девятый и десятый где-то пятьдесят сто тысяч на вот в чем же необычность для наших колодов якутских на японец установил вот такие уплотнительные резинки именно дверь походу они изобретенные или на заводе их продают такие вот резинки вот завода их нету на двухсторонний скотч он поставил вот для чего же это скажете да для того чтобы в минус 50 отсюда не продувала до зимой утепление будет четко как раз для нашей зимы якутской вот можете посмотреть у себя тоже поставить так уплотнительные такие резинки вообще четко придумал японец b2 вот на заднем бампер будет было что-то нету ее бы два а вот он есть вот вот под танпонить хотел вот краской карандашом намазал чуток не такой критичный на юсс там а у один было бы до такой или джух вот здесь тоже вот а это это есть разовская вот четко придумал конечно японец все для для наш знал наверно да все равно якутия поеду подумал да шучу конечно это не знаешь то машина пойдет в якутию вот это болячки вещей ржавым приходит они eclipse магнитола камера тоже низ не ржавый состояние хорошие давайте посмотрим под капотку что-то с к комплектации вот здесь тоже вот смотрите как бы утепление для нас четко четко да конечно болты заржавели на радиателе вот это что-то состояние не очень да можно вообще снять или другую поставить чуть-чуть вот вот так он виден снаружи якутских ветров холодов он не пропустит на подкапот куда вот есть тоже вижу четко четко сделал как раз две куски земли но единственный косяк в том что на вишах на перламутровых цветах то вот такой вот косяк вот видите ранее тоже показывал именно на перламутровом цвете белый перламутр у них заводской брак такой именно на вишах на филдерах бывает на альфардах вилл фаерах краска слезла облезла сейчас поставим тут наклейку тоже нашу вот так вот на этом все друзья на этой машине на неделе было сколько мы шесть машин вышло да вот еще идут машины идут люди заказывают пока курс идет вниз это радует ну после 23 октября сказали что надо быть при растаможки во владивостоке если вы не проживаете на дальнем востоке до или же иметь временную прописку здесь ну или же быть так здесь вот наш таможенный брокер сказал что это все может организовать чтобы вы не зря не тратили до время деньги для прилета сюда если вы не собираетесь сюда ехать да то можете оплатить 8000 рублей дополнительно на таможенное оформление и они все сами сделают за вас и как раньше растаможат вчера так сказали ничего не поменялось просто вот жители те кто проживает за дальним востоком они получаются оплачивают дополнительно 8000 рублей вот вчера вот такая информация была кто относится к дальнему востоку саха якутия бурятия забайкальский край камчатка магадан сахалин приморье хабаровский край еврейская автономная область амурская область вот это все дальний восток дальше от иркутска это все не дальний восток поэтому те кто проживают не на дальнем востоке то надо будет оплатить дополнительную комиссию получается 8000 или же быть приехать сюда все предоставить временную прописку опять же билеты сказали чего еще там было справку от гостиницы о том что реально тут проживаете да вот такие заморочки придумывают всякие ну думаю что это все они хотят ну правительство хочет продвинуть китайский и российский автопром вот этот закон до ранее был согласован но вступил силу вот с октября говорят после прихода цизипиня до китайского председателя после этого его взята вот начали продвигать китайский автопром но мы не приближаемся к этому к некачественным машинам китайского автопрома да даже не хотим знать что это такое как и где продается у нас чисто аукционы японии качественный проверенный товар и также можем привезти из кореи тоже корейские тоже качественно делают киа хондай тоже достаточно проверенные машины вот